Всем привет друзья! В этом выпуске я немного... Всем привет друзья! Как слышно меня? Чуть-чуть погромче сделаем. Микрофон чуть-чуть выше. Пока активности на ютубе совершенно нет. Мне кажется просто из-за того, что я слабо расставаю какие-то темы... Здесь. В принципе. Так. Чуть-чуть погромче наверное, да. Наверное будет очень громко. Вот не знаю насколько. Возможно будет очень громко. Так. Ну собственно что я делаю на карантине? На карантине я читаю книжку. Так же играю на гитаре. Делаю биты. Пытаюсь. Пишу какие-то треки. Но пока все части меня особо хватает. Я думаю это будет долгий ролик. Прикольный. Возможно интересный. Напишите в комментариях. Стоит ли менять планк. Это ты снимаешь. Насколько это удобно смотреть. Интересно ли это еще. Вот так. Не очень удобная стойка. На самом деле. Так. Что тут у нас? Например, почему бы не создать новый мотор с цельным восьмицилиндровым блоком. И он дал указание своим инженерам разработать проект такого мотора. В скором времени проект появился на ВАД. Но специалисты рассошлись во мнении, что невозможно разместить все восемь цилиндров в одном блоке. На это Форд сказал. Как бы там ни было сделайте. Но возразили в ответ инженеры. Это невозможно. Приступайте к приказу Форд. И занимайтесь этим до тех пор, пока не добьетесь успеха. И не важно сколько на это потребуется времени. Инженеры приступили к работе, ведь ничего другого им не оставалось. Откажись не исполнить пожелания Форда, им указали бы на дверь. Прошло шесть месяцев, никаких результатов. Еще полгода без изменений. Специалисты испробовали все возможные способы, рассмотрели все варианты, но безрезультатно. То, чего хотел Форд, нельзя было добиться. Это было невозможно. В конце года Форд проверил работу инженеров, которые сообщили, что не могут выполнить его приказ. Продолжайте, твердил Форд. Я хочу этого и добьюсь желаемого. Они продолжили, и вдруг, как по мановению, по волшебной палочке, ответ нашелся. Форду мировую славу и гигантский ответ нашелся. Так был создан знаменитый мотор V8, который принес Форду мировую славу и гигантские прибыли. Решительная настойчивость Форда, которая уже раз взяла верх. Конечно, я изложил эту историю вкратце и не вдаваясь в детали, однако суть ее осталась верной. Из этой истории вы можете сами сделать вывод о том, в чем ковается секрет миллионов Генри Форда, и в конце концов найти его. И вам не придется искать слишком долго. Генри Форд добился успеха, потому что понял и применил его принципы. Один из этих принципов – невероятное желание преуспеть, знание того, чего хочешь. Не забывайте об этой истории, читая следующие главы книги, и отмечайте те строки, в которых раскрывается секрет его успеха. Если вам удастся выделить из всех принципов именно те, которые принесли в успех Генри Форду, то вам будут под силу такие же достижения в любой сфере деятельности, которой вы пригодны. Поэт увидел истину. Я хозяин своей судьбы, я капитан своей души. Когда Хенри писал эти пророческие строки, он, возможно, хотел уведомить нас о том, что мы тоже хозяева своей судьбы, равно как и капитана своих душ. Потому что обладаем силой, способной контролировать наши мысли. Должно быть, Хенри подсказывал, что наш разум способен каким-то образом концентрировать преобладающие мысли, которые роются в нём. А затем никому неизвестным способом эти магнитные мысли привлекают к нам людей жизненные обстоятельства, которые гармонируют с ними. Возможно, он намекал нам, что мы должны с помощью огромного желания стать богатыми. Нам магнитить наш разум и стать денежноосознанными. И только после этого страсть к деньгам натолкнет нас на создание конкретного плана и их привлечения. Однако, будучи поэтом, а не философом, Хенри удовлетворился лишь константацией этой истинной и поэтической формы, оставляя интерпретацию её философского значения своим читателям. Шаг за шагом истинная раскрывалась. И сейчас уже ясно, что принципы, описанные Хенри, содержат в себе секрет, с помощью которого можно стать хозяином своей экономической судьбы. Молодой человек нашёл своё предназначение. Сейчас мы с вами готовы к ознакомлению с первых из этих принципов. Сохраняйте в себе дух непредубеждённости. А когда будете читать, не забывайте, что и этот, и все другие принципы не являются открытием какого-нибудь одного человека. Они были выработаны многими людьми. А вы можете обратить их себе на пользу. Это сделать несложно. Несколько десятков лет назад, поступая перед выпускниками колледжа города Сален, я настолько эмоционально говорил о принципе, описанном в следующей главе, что один из выпускников проникся им и сделал его частью своей жизненной философии. Этот молодой человек стал конгрессменом и значительной фигурой в администрации Франклина Д. Розвельта. Однажды я получил от него письмо, в котором настолько чётко отображалось мнение о принципе, которое описывается в следующей главе, в следующей главе, что я решил привести полный текст этого письма в качестве выступления к ней. Пусть это письмо подталкивает вас к будущим наградам и успехам, мой дорогой Наполеон. Работая в Конгрессе, я пришёл к пониманию причин... Работая в Конгрессе, я пришёл к пониманию причин пожитейских тябит большинства мужчин и женщин. И сейчас я пишу эти строки в цели подсказать тысячам достойных лучшего людей, как исправить их жизненную ситуацию. В 1922 году вы произносили речь в Санянском колледже в день присвоения степени. Я был выпускником этого колледжа. Ваша речь заранила в мой разум всеми идеи. Она и привела меня к этой...